13-ю зарплату, индексацию и итоги переговорного процесса по коллективному договору обсудили на Совете проф. Алмаза. Заседание прошло в Мирном. Подробности у Ларисы Удовенко. 13-я зарплата будет. Эту новость, желанную для всех коллективов Алроса, профсоюзные активисты узнали на Совете проф. Алмаза. Да, мы предполагаем, что она будет. Поскольку показатели компании, в общем-то, они достаточно хороши в этом году. В каком объеме? Ну, опять же, это вопрос согласования с акционером. То, что будет, это точно. Объем я вам сейчас не отвечу, но осталось немножко подождать. Вопрос-ответ, форма общения, принятая на Совете, позволяет обсудить самые насущные темы. В президиуме всегда есть представители администрации Алроса, а в зале – руководители управлений. Их ответы профлидеры подразделений со всех площадок компании привезут в свои коллективы. Планируется ли в 2017 году проведение индексации заработной платы? Какие сроки? Индексация заложена на сегодня бюджет в размере 4,9% в соответствии с параметрами инфляции, которые будут установлены в Минэкономразвитии в мае 2016 года. Сейчас уже есть уточненный прогноз Минэкономразвития, по которому эти параметры снижены с 4,9% уже до 4%. На Совете профактивисты узнали о том, что работа над редакцией нового коллективного договора завершена. Осталось соблюсти формальности. В конце декабря руководители Алроса и профалмаза поставят подписи под документом, который определит вектор социального партнерства до 2019 года. Прежде чем компания примет на себя обязательства, она должна обязательно посчитать, а сколько это стоит. Потому что все, что написано в коллективном договоре, потом уже идет к безусловному исполнению. Более 7 миллиардов рублей в этом году потрачено Валроса на исполнение норм коллективного договора. Почти 3 миллиарда ушло на обеспечение льгот и гарантий сверхустановленных законодательством. В новой редакции коллективного договора на 2017-2019 годы все льготы и гарантии сохранены в полном объеме.